там сколько есть там кустиков и сюда я перевела с одной стороны как бы и сказать и хорошо потому что из-за жгучего солнца из-за жгучего солнца эти кусты надо чтобы хорошо прижились не травмировались то малина делает такие вот притянение вот и надо будет что-то убирать если оставлять тут клубнику то малину надо будет убирать потому что малина с клубникою как бы сказать может давать урожай но кто-то когось будет пригничать видите как хорошо портулак вытягивается вот ну вот сколько у меня цех есть резеточек цвет уже оторву отломаю нам не нужна она так чтобы натянуть за корень вот так отстегнуть все и не давать не давать чтобы она давала цветоносы туди крепкие хорошие будут вот эти вот резеточки уже будут сами саженцы не будут более крепче все хочу сказать что обращайте внимание на то что сорнякова трава а будь то яка трава чи це портулак чи це там щир муший ну люба сорнякова трава вона питается если вы носите добавляете чи даже на листья чи даже наливаете під корень подкормки вот сорняк він тоже питается теми микроэлементами який вы добавляете в растение а макро микроэлементы килограмм макро микроэлементов его цена десь 180 200 гривен килограмм если это 10 килограмм 1800 2000 если кто держит великие плантации ну понятно великие плантации у каждого есть свои технологии выращивания но не забываемся что сорняки также питаются микроэлементами який вы вносите в грунт ну а мы как делаем конечно можно кропить обрабатывать почву но если обрабатывать растение будет на 50 процентов даст и рост и развитие так далее так что или механически вырываем сорняки или накрываем волокном клеенкой чтобы не было у нас сорняков ну такие как портулак не обязательно чтобы он был большой он может быть и вот такие вот маленький поздней поздней осенью он оставит цветочек это растение это природа и хоть даже маленький ему не хватило роста по времени он выбрасывает цветок и зацветает желтеньким и все равно он после себя оставляет потомство по портулаку его ребята надо вырывать брать якись ведро в ёмкость ящик миску вот и выносить десь его или отдавать животным или на кучу перегнивать перемешку с навозом потому что цешу было сапано или граблями сбыту он все равно начиная прорастать был шли дождики вот даже вам сейчас покажу да вот венники длинный полулёжа а тут я ему даже и макушку сняла то есть зрубала его сапой и тут почти что корневая система была нарушена обрубана вот пошла была влага и он опять начал расти и опять поклоны по второму ходу мы до цего портулака а так что взять лучше вот тут тоже бачите був он срубанный оцей портулак это сорняк ну его можно тоже и кушать и в салаты вот корешок он був срубанный из корешка он пустил каже я тебе брюс один а я тебе возьму то я оставлю два и все значит всегда беру ведеречко и все собрала и отдаю птицы птица с ним уже разбираются так что девочки мои заказчики кто заказывал киевская область альбион вот и не путайте есть и альба и альбион бачите значит тоже бурьян он вообще без корешка вот був срубанный и все он пускает маленький маленький тут присохло тут корня нема но он пускает возвратку бачите и пророста и значит надо это все убирать лучше когда сильное сонце но это вообще я его порубала тут посекла пошинковала а он вообще из палочек и пищу в росты хорошо только справляется с этим портулаком солнце солнце но на ранних вот таких вот маленьких вот вот таких вот маленьких будет вам видно вот такие если его срубывать или граблями его взорвать и будет сильное сонце воно его спали сожге а если уже чуть чуть больше вот и погода и погода така что может быть дождик значит надо теки но это что лена шинковала все воно и по приживалась теперь опять добавочно в том месте собираем куртулак он очень любый сорняк он тоже питается с того грунта что и питается ваше уже ваша культура растений и ки вы садите примеру для себя вот такие вот малинка огурчики помидорчики и так далее и огород понятно нельзя оставлять с открытым грунтом грунт надо чтобы был всегда покрытый если вы не знаете что сажать или вам уже не нужно там такие растения там овощные культуры какие-то они вам не нужны вот засаживайте участок сидератами потом те же сидераты вы возьмете их и отправите ну переработку пересыпается перекультивируется в грунте не будет сорняков плюс грунт он не будет открытый потому что любый сорняк он оставляет после себя семена и потом это непрерывная работа на участке с бурьянами гуси гуси ага-га вы сегодня как себя чувствуете гуси скажи нам надо портулака 내가 близко стало мясницы все хорошо съедают А у гусей моих, смотрите, за палки кукуруза, так постепенно подсаживаем кукурузу. Мы даже эти палки будем разкусывать, потому что кукуруза сахарная. Он нам на ствол более нежный, мягче, сочнее. Нам качанчики, а есть стволы с листочками. И потом у нас вырастает такое мясо. А руки пахнут клубникою. Клубника есть клубника, малина есть клубника. Все ягоды очень хорошо пахнут. Смородина и так далее. Это у нас мини-весни. Видите, как мини-весни растут на травы. Красивенький, насыщенный цвет у наших мини-мясных палевых белохвостых. И эти цыплята будут у нас на плене. Содержится вместе и гуси, и кури, и цыплята. И десь у нас тут был один качурец. Курочка брезгальская. Она кудахтала, сидела-сидела на гнезде. И вот была мамка и кучкой. Перевернул гнездо, возможно, Петька ее. Упал той покладок и разбился. И все. Я ее не ставила гнездо. Она покудахтала, покудахтала и перестала. И десь неделю она походила со своим любимым ухажером. И вчера внесла одно яйцо. А сегодня надо будет сейчас пойти подивиться. Может сегодня тоже внесла яйцо. В общем, курочка наша. Долго и не кудахтала, и не сидела на гнезде. У нас вчера-позавчера лупились цыплята из немецкого яйца. И эти брезы у нас тоже. Из этих брезов у нас тоже есть потомство. Вчера лупились. Так что не знаю, подставлять цыплят я им не буду. Вдруг... Ему будет, во-первых, скучно без его подружки селедочки. А вона будет беспокоиться от своего мужчинки. Вона их не потолочила. Хотя вона, как мамка, вона очень дружелюбная. Вот эти вот парочка, яка у меня есть. Их брезы, они очень дружелюбные. Ну вот так вот с портулаком сейчас разберутся. Значит, надо здесь идти по сусидских чагарниках, рвать траву и кормить свою птицу. Потому что свои сорняки не растут. Мы их просто не сием. Мы сием культурные растения у себя на приусадебном участке. Все, ребята, всем пока. А вот и пожалуйста. И сегодня яичко есть. Брезгальская курица несется каждый день. Но яичко не крупное. Но цыплятка из этих яиц получается в стандартах. Недолго наша куколка ходила. Тихо, хри-хри-хри-хри. Почти съем. И сегодня яичко. И вот как это можно? Почти снимаем. Прихольное. Продолжение следует...